Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний фреш. Меня зовут Александр Лупиненко. Сегодня я расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до 6 градусов, ветер юго-восточного направления скоростью до 5 метров в секунду. Сегодня в областном центре начинает работу резиденция Деда Мороза. Каждый день до 7 января, а также 13 января с 13 до 16 часов юные и взрослые жители и гости нашего города смогут пообщаться с хозяином резиденции и его друзьями. Встретиться с любимыми персонажами можно в домике Деда Мороза на площади Ленина. Желающим также предложат принять участие в праздничных программах. Приходите и создавайте новогоднее настроение. Сегодня в областном центре пройдет музыкальный фестиваль «Новогодние чудеса». На сцене городского центра культуры артисты представят яркую программу со сказочными героями, ростовыми куклами и, конечно же, песнями и танцами. Не обойдется и без Деда Мороза и Снегурочки. Частью мероприятия станет спектакль-мюзикл и дискотека. Среди участников программы актеры Гомельского театра «Кукол», танцевальные коллективы областного центра. Приедут и представители из Минска, актеры современного художественного театра. Фестиваль будет проходить в 11, 14 и 17 часов и обещает быть красочным и веселым. В картиной галереи Гаврила Ващенко продолжает работу выставка антикварных предметов «Рождества. Волшебные мгновения». Среди предметов из коллекции Сергея Путилина антикварная мебель, различные предметы для чаепития, патифоны и многое другое. У каждого из экспонатов была своя жизнь. Со временем они стали предметами историко-художественной ценности. Их история диктовалась модными пристрастиями, занятиями и особенностями досуга людей. Приобщиться к прекрасной эпохе можно до 12 января в выставочном зале по адресу проспект Ленина, 43. Познакомиться с советскими елочными украшениями и открытками можно в картиной галереи Гаврила Ващенко. У каждой из игрушек на выставке своя уникальная история. В те времена елочные украшения, как правило, создавались вручную. Поэтому даже одинаковые фигурки отличаются друг от друга. В семьях игрушки передавались из поколения в поколение, а в некоторых домах они сохранились до сих пор. Своими сюжетами, героями и пожеланиями удивят также новогодние открытки прошлого века. Выставка будет открыта до конца января и вряд ли кого-то оставит равнодушным. В музее истории печати и фотографии Гомельщины продолжает работу выставка под названием изнутри. На ней работы детского фэшн-фотографа Елена Зимма. Автор любит совмещать несовместимое, честные детские эмоции на съемочной площадке, предпочитает работать с дневным светом и играть с тенями. Что из этого получается, посетители музея смогут увидеть до 7 января. Новый год совсем близко и для тех гомельчан, кто хочет чего-нибудь необычного, организуют тематический мастер-класс. Его участникам предлагают сделать своими руками оригинальные новогодние елки. Такой сувенир можно будет оставить себе, но для кого-то он может и стать нестандартным подарком, так что для желающих это мероприятие станет приятным бонусом при создании новогоднего настроения. Мастер-класс пройдет 29 декабря в библиотеке имени Герцена, начало в 15.00. Вход свободный, но понадобится зарегистрироваться на сайте учреждения. В Беларуси объявлен конкурс литературного творчества студентов вузов «Автограф-2020». Он пройдет с января по ноябрь следующего года. Конкурс проводится в два этапа. До 30 сентября работы необходимо отправлять на адрес Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Затем жюри определит победителей и призеров в каждой из номинаций. Награждение состоится в ноябре во время Республиканского молодежного форума. Положение о проведении конкурса размещено на сайтах Министерства образования и Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Принимайте участие и побеждайте! К следующим новостям. Инженеры из Китая создали дрон, который поднимается в воздух при помощи топливной системы на метаноле. Она позволяет устройству разгоняться до 90 км в час. Летательный аппарат уже успел установить рекорд. Он провел в воздухе более 12 часов. Разработчики утверждают, что батарея на метаноле может быть в десятки раз эффективнее литий-ионных аккумуляторов. А новая топливная система на метаноле может изменить положение дел при производстве беспилотников. Но это покажет время. А пока новые технологии только проходят испытания. Швейцарские и французские разработчики создали миниатюрную муху-робота. Ее размер всего 4 см, а вес 190 мг. Электронное насекомое успешно функционирует также после удара мухобойкой. Устройство имеет два варианта – автономное и неавтономное. Неавтономный робот может поднимать груз, превышающий его собственный вес в 5 раз. А вес автономного варианта значительно больше – 780 мг. Но зато он легко обходится без проводов. Компания Facebook может начать работу на собственной операционной системе. Это позволит упростить оптимизацию ряда устройств и обеспечит полное взаимодействие с пользователями. Помимо разработки новой операционной системы, компания задумывается и о более грандиозных планах. В частности, разработчики намерены создать устройство для чтения мыслей. Все это связано с желанием корпорации стать конкурентоспособной в сфере высоких технологий. Международная группа разработчиков придумала специальное устройство, которое имитирует функции головного мозга. В частности, речь идет о запоминании и забывании, а также о сне и бодрствовании. Поскольку разработка по своим функциям напоминает мозг человека, то она сможет выполнять задачи, с которыми не сумеют справиться другие машины. Новый аппарат состоит из серебряных нанопроводов. Его размер всего около 10 квадратных миллиметров. Создание этого устройства, как отмечают ученые, важный шаг к появлению такого компьютера, который сумеет выполнять максимально сложные задачи. Немецкий бизнесмен ищет 10 добровольцев, которые готовы отправиться в Новую Зеландию. Почти 20 лет назад он купил участок на северном острове в Новой Зеландии. Половину из них мужчина потратил на обустройство. Теперь миллионеру наскучило одному проводить там время. И какой же выход он нашел? Он предложил отправиться на остров 10 добровольцам. Они не должны быть старше 70 лет, а жить им предстоит в дорогостоящей вилле. При желании гости смогут проживать в небольших домиках и встречаться, к примеру, за ужином. На участке есть винодельня и конюшня. В остальное время к их услугам рыбалка, каякинг, невероятная природа и прекрасные пляжи. И напоследок еще одна история. Она о обеспечности некоторых владельцев автомобилей и собак одновременно. В Китае пес утопил машину хозяина, пока тут ненадолго отошел в магазин. Неприятный для мужчины момент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Водитель припарковал свой автомобиль, двигатель решил не глушить, открыл багажник и отправился в магазин. В это время собака задел рычаг переключения передач, отправив машину прямо в пруд. Все это произошло прямо на глазах хозяина, который уже возвращался с покупкой. Вызвались питомцы из авто, помогли прохожие. О судьбе машины можно только предполагать. В общем, так себе сходил за хлебушком. Новый день с вами встречали Утренний Фрэш и я, Александр Лупиненко. Желаю вам отличного настроения на весь этот день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова